СССР Думаю, нет. Я думаю, все мы все прекрасно понимаем. Два лидера Запада. Одна команда, которая играет в довольно зрелищный, но нестабильный хоккей. Это СКА. Другая команда, которая играет в хоккей довольно скучный, довольно прагматичный, но при этом результативный. Результативный с точки зрения, что СССР одерживает победы. Совсем недавно у них была довольно приличная победная серия. Что увидим мы сегодня? Посмотрим вместе с группой ВКонтакте Хоккейная империя и вместе с YouTube каналом Павла Лысенкова. Огонь! Стартовый состав команды СКА! Вратарь команды номер 45, Магнус! Энвер! Защитник номер 46, Владислав! Огонь! Огонь! Татрика! Защитник номер 6, Владислав! Огонь! 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 Ветерами данная, мудрость здоровая, Слава Санкт-Петербурга, мы вернемся домой! Ветерами данная, мудрость здоровая, Слава Санкт-Петербурга, мы вернемся домой! Илья Сорокин в воротах у ЦСКА, вот он сейчас сейв совершает, так что здесь все как надо! Поддержим команду, все вместе, прочистим связь! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 2400,5 лейбовый, Кирилл Симонов, по километру! МИГЕЕНТЫ 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 ПИНЕТ guilty МИГЕЕНТЫ Матч окончен. 2-1 победы команды УЦСКА. Матч играл хорошо, получилось. В первом начале матча были удаления, с чем это связано? Один раз я удалился на держал эмоции, это моя ошибка. По-другому, удаление ничего не могу сказать, потому что я его не видел. Но, наверное, это эмоции, игра такая топовая, дерби, поэтому зашкаливаются. На вашей памяти было такое, что были видеопросмотры? Честно говоря, не помню. Наши видеооператоры сказали, что не хватило, наверное, каких-то камер именно судебно видеть это. А как вообще переживали эту затянувшуюся паузу? Да никак не переживали, просто ждали решения, потому что от нас все равно это не зависит. Когда Кузьминка забил, такое ощущение, что буквально его не задушили отчасти, действительно такие эмоции были? Нет, просто порадовался за человека, наконец-то он забил. Сейчас, наверное, немножко расслабится и вдруг пойдет игра, поэтому надеялся, что в прошлых играх он забьет, но хорошо хоть сегодня. Павел, при равной игре насколько обидно проиграть прямому конкуренту? Нет, это все-таки хоккей, тем более такая в этом году не может быть нищей. Хорошая игра, думаю, и здорово, что пришло в полный стадион. Это, конечно, зарадует и всегда поднимает настроение. Какие слова лично вы сказали Андрею Кузьменко, который наконец-то распечатал ворота в этом сезоне? Нет, ну на самом деле очень эмоционально. До этого у него были моменты, сегодня он забил, достаточно важно переломил. Думаю, сейчас мы будем продолжать не остановиться, но это, думаю, одно самое главное. Какие выводы нужно сделать по длительной домашней серии? Какие мысли теперь перед выездной? Остались ли силы? Сил много, конечно, еще. Как хорошая домашняя серия, достаточно команда набирает обороты, двигается вперед. Это, видно, меньше ошибок допускаем. И будем, думаю, продолжать также на выезде. На выезде все-таки чуть полегче играть. Думаю, подгонять болельщиков всегда очень эмоционально. И ты бежишь с длойной энергией. Иногда забываешь и не считаешь. Павел, после заброшенной шайбы Кузьмен СКА очень много и активно атаковал. Чаще бросал, чем ЦСКА. Почему не удалось забросить за больше, чем за два перерыва? Ну, все-таки команда ЦСКА хорошая команда. И они играют хорошо от обороны. Хороший вратарь. Они много блокировали, много подборонялись на себя. В общем, отверженно играли. Наверное, это помогло им. Павел. Насколько интересно вообще играть в ЦСКА и противостоять команду именно с таким хоккеем? На самом деле, очень много сейчас команд. Как правило, хороших команд. Все на нас настраиваются, готовятся. Если взять ЦСКА, то это давний конкурент. И для этой армейской дерби большая такая ответственность. И возможность это дать. И вперед всегда. Павел, вы в овертайме не забочились выбрасывать? Да. Короткими сменами. Выиграл, проиграл. Правда на сцене. Нет. Овертайм, наверное, одно из самых любимых на занятиях хоккеистов. Играть 3 на 3 много пространства на удовольствие. Правда ли, что хоккеисты не очень любят серию пуллитов, когда вот это ожидание? Я не могу это всех сказать. А так, я думаю, что это очень интересно за болельщиков. Ну, я думаю, за всех хоккеистов. Понятно, если она быстрее не будет затягиваться. Тогда это было бы, конечно, еще. Это вот сегодня придолблено. Он совместной игры с Сорокином сборный как-то повлиял на ваши прессы? На самом деле, наверное, не так много. Хоть мы достаточно много времени проводили в сборной, но нет такой возможности тренировать броски здесь. Потому что все время выполняются какие-то задания. И очень короткий период в сборной. Павел, мы так до конца не поняли, пересекла ли шайба в моменте с Бридом Каскеранты. Это очень много было повторов. Что говорят в команде? В какой? В СКА, говорят. Нет, в СКА, говорят. Да, как обычно. Так что так-то. И сделали решение. Я думаю, что не просто так. Они монетку бросали, а так. Подводим итоги матча СКА, ЦСКА. Закончился он со счетом 2-1 в пользу московских армейцев в серии буллитов. Ну, такая типичная армейская игра получилась. Боевая. Команды показали то, в чем сильны. СКА показал свою атакующую мощь. Правда, не забил только одну шайбу с игры. Но третий период, конечно, был полностью за ними. И были они гораздо ближе к победе в основное время. Что касается ЦСКА. ЦСКА показали свою мощь. Показали свою бронебойность. Забили первыми. И долго сдерживали это преимущество. Тем не менее, все-таки не смогли его додержать. Одну очко сопернику подарили. Ну и серия буллитов получилась довольно любопытной. Один эпизод даже долгое время пересматривался. Ну, в итоге решение было принято в пользу ЦСКА. Внимание! Посмотрите, у нас много. Показали. Один момент обязательно хочу отметить. В пресс-конференции главных тренеров. Прямо сейчас я ее покажу без купюр. Смотрите сами и делайте выводы. Коллеги, добрый вечер. После матча в пресс-конференции Игорь Никитин, главный тренер на кино-клубе ЦСКА. Несколько слов обо мне, пожалуйста. Тяжелая игра. Хорошей командой играли, поэтому... Где-то напряжение, может быть, так облело над всеми. Ну, так что, сражались, терпели. Молодцы. Спасибо. Илья Воробьев, главный тренер ЦСКА. Ну, в принципе, тоже. Довольно-довольно. Ребята, мы довольны игрой. Где-то в первом периоде маленькие. Там два удаления было. Просев. А так, в принципе, играли, работали. Ну, к сожалению, только так. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Константин Гусух, Селиколан, 78. Илья Петрович, насколько тренерский штат доволен в целом всей этой затяжной домашней серией? Все-таки подведите итоги. Прямым конкурентом по булитам хоть, но проиграли. Спасибо. Мы, вроде, по сегодняшнему матчу здесь собрались по домашней серии. Весной будем подводить все это. Еще вопросы, пожалуйста. Поделитесь тогда, пожалуйста, ожиданиями от предстоящей выездной серии. Все-таки по сегодняшней встрече сегодня с Афрадисом здесь вечером. Илья Петрович, по ДЦУКу вопрос в Увертане, он на все бросования выходил. Неужели такая разница в классе между ним и остальными? Не первый раз этот вопрос задают. Может быть, можно самим тогда додуматься. Не знаю. Он не на все бросования выходил. Не совсем так. Почему нет? Не используют какие-то сильные качества человека. Вопросов больше нет? Спасибо. Спасибо. Через две недели следующая игра между ЦСКА и СКА. У СКА закончилась пятиматчевая домашняя серия. Интересная. Три победы и два поражения. При этом в каждом из матчей минимум одну очко СКА смогли забрать. Ждем продолжения банкета. Подписывайтесь на канал Павла Лысенкова. Вступайте в группу ВКонтакте Хоккейной Империи. Всего вам самого доброго. Увидимся на хоккее. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok